Герой нашей сегодняшней истории Иван – владелец сети кофейн. Проблемы, которые я могу сейчас выявить, это проблемы сервиса. То есть я не согласен с тем уровнем сервиса, который мы отдаем гостю. Если мы говорим о команде, то у меня не получается поручать задачи так, чтобы они выполнялись в тот объем, в тот срок или в том качестве, который мне нужен. Андрей Курпатов поможет разобраться в причинах такого отношения к работе со стороны коллектива. Я работаю с людьми, которые младше меня, и они не воспринимают того общения, какое я имел, допустим, когда я был младшим в коллективе. То есть такая смена парадигм очень сильно произошла. И сейчас люди вообще не привыкли, что ты чем-то недоволен. Как-то смеешь быть там, но недовольны. Раньше была, конечно, и вы, видимо, застали это в качестве наемного сотрудника, застали время, когда работала система, когда сверху есть руководитель с определенной авторитарной функцией. Я 13 лет работаю тем или иным образом, поэтому, да. Застали, так сказать, старую гвардию. Конечно, если мы говорим про новую реальность, и про... Это даже вопрос уже не поколения, это вопрос сейчас все больше и больше времени целиком, да, потому что работу, которую предлагаете, нельзя назвать эксклюзивной, да. Ну, то есть, по большому счету, не у вас, так у другого. Вот. И спрос на рабочую силу у нас существенно выше, чем во всем цивилизованном мире. Вот. И поэтому, конечно, такое отношение попустите, сказать, очень высокая текучка. Борис, это ваши в паузе что делают? В телефоне сидят. В телефоне сидят. Вот. И это мир уже все меньше и меньше, как бы сказать, какой-то социальный. Вот. Все в этом информационном своем потреблении, они из него вныривают в некой дезориентации. «А, что вам? Какое спасибо? Какое здравствуйте? Какой пряник?» Вот. Я тут сижу, у меня это… Тут жизнь. Жизнь, так сказать, происходит. Это тем более заставляет нас ставить перед нами задачу все больше думать о том, как это бодрить, как это возвращать, как мотивировать и так далее. и консервативные стратегии вряд ли будут продуктивные. Ну, или надо на это согласиться. Ну, то есть, по сути дела, у вас же есть бизнес-модель, она работает. Вам зачем лучший сервис? Чтобы была больше выручка, чтобы была большая прибыль, чтобы мы больше могли развиваться. Ну, там, на 10 процентов выручка. Несущественно, вообще. Небольшая идея. Вот. И отсюда и такой подход у команды. Поэтому, конечно, наличие амбициозных планов, которые заставят их думать не про то, как сохранить статус-кво внутри той социальной группы, в которой они работают, а каким образом соответствовать ожиданиям руководителя. Вторая вещь – это переструктуризация. Ну, если бы коллектив был чуть побольше, то, конечно, переструктуризация делов, перераспределение обязанностей и так далее – это второй такой эффективный способ заставить людей выйти из вот этого статуса-кво и начать как-то активнее реагировать на то, что вы предлагаете.